Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя встреча приурочена круглой датей, исполнилась полторы тысячи дней, как мы с вами все, и журналисты, и жители региона, правительства, работаем вместе на развитии нашего региона. И сегодня мы предлагаем поговорить подробнее на эту тему. Владимир Сергеевич готов ответить на любые вопросы. И чтобы не терять времени, давайте начнём. Поэтому 90 журналистов сегодня собралось в этом зале. Это региональная пресса, федеральные СМИ. И всех, кто хочет задать свой вопрос, я попрошу поднимать руку, называть себя и СМИ, которые вы представляете. Итак, начнём. Пожалуйста, телеканал «Первый Тульский». Руслан Щептьев. Руслан Щептьев, «Первый Тульский». Владимир Сергеевич, в начале октября обычно стартуют отопительный сезон. Но в этом году его многие боятся. Например, 54 дома в Туле, где сейчас идёт капремонт, ещё совсем недавно были не готовы. Где-то нет крыши, где-то трубы срезали, новые не установили. Плюс из-за долгов отопительных организаций перед газовым компаниям области в районах боятся, что им перекроют газовые вентили. Владимир Сергеевич, Тульская область без сбою войдёт отопительный сезон? Да, Руслан, на самом деле, я думаю, что прежде всего, конечно, опасаются муниципальные чиновники, потому что они ответственны в большей степени вместе с управляющими компаниями в подготовке к отопительному сезону. Мы провели все необходимые мероприятия и совещания. Всё, что касается домов, в которых проводится капитальный ремонт, впервые, кстати, в этом году у нас проводится капитальный ремонт на средства, которые собрали наши с вами жители, заплатили. 54 дома, вы совершенно правильно цифру назвали, могут не беспокоиться. Весь капитальный ремонт будет завершён до, соответственно, то есть запуска отопительного сезона, начального отопительного сезона и завершения капитального ремонта точно не совпадут. То есть у нас не будет проблем с теми домами, которые находятся в капитальном ремонте. Что касается подготовки в целом области к отопительному сезону, да, действительно есть проблемы. Проблемы, прежде всего, они связаны с тем, что у нас две крупных энерготеплоснабжающих организации находятся в состоянии, одна находится в состоянии банкротства, вторая в состоянии наблюдения и действительно имеют большую задолженность перед нашими газовиками. Около 800 миллионов рублей. И это основная задолженность, которая является, ну, скажем, такой проблемной для нашего Газпрома. Но мы понимали, что эта проблема к отопительному сезону решена не будет, прежде всего финансовая проблема. Поэтому предприняли все необходимые меры для того, чтобы отопительный сезон во всех районах области начался в свое время. На все котельные газ будет подан. Эта позиция не только руководства региона, муниципалитетов, но и всех, соответственно, правоохранительных органов, но прежде всего прокуратура и судов, жителей без тепла не останутся. Здесь тоже переживать не нужно. Хотя, наверное, какие-то нестыковки могут быть. Есть у нас, скажем, несколько объектов, по которым котельные не будут введены к началу отопительного сезона в срок. Но это объекты уже наши бюджетного, так сказать, обеспечения. Мы понимаем, как мы по этим объектам будем обеспечивать отопление. По жилому комплексу проблем не будет. Ну и возвращаясь к первой части вашего вопроса, капитального ремонта, не просто идет программа. И мы предполагали, что она и будет идти не просто, потому что, к сожалению, у нас очень мало рабочих рук, которые готовы выполнять подобного рода работы. И здесь вот как раз главы муниципальных образований они в какой-то степени не доработали, потому что подготовка к проведению капитального ремонта, мы ее начали заранее, за почти год. С 1 октября прошлого года у нас жители начали платить за капитальный ремонт, но собрать деньги – это одна часть работы. Самое главное – эти деньги потратить на те работы, качественно потратить на те работы, которые предусмотрены соответствующим законом Тульской области. В этом году у нас 54 дома по программе прошлого года, по программе этого года у нас почти 400 домов, 399, но часть из них почти на 150 домов мы не нашли подрядчиков, то есть никто не вышел на аукционы, и мы вынуждены перенести, соответственно, выполнение работ на 2016 год, потому что входить в зиму с капитальным ремонтом – это будет нерационально и неправильно. Поэтому отработаем в том числе и эту задачу, и мы прекрасно понимаем, что вообще капитальный ремонт многоквартирных домов – это такой многообсуждаемый вопрос, но уверен, что мы сможем выстроить систему, при которой он будет работать как часы. Продолжаем. Тульские известия газеты. Ирина Михеева, у вас вопрос есть наверняка. Здравствуйте, Владимир Сергеевич, вы проявили инициативу и предложили внести в устав поправки, касающиеся жителей, которые теперь тоже могут поучаствовать в законотворчестве и предложить какие-то свои инициативы. Вот мне хотелось бы узнать, появились ли какие-то первые желающие и что они предложили? Да, Ирина, спасибо за вопрос. Действительно, такая инициатива и такая возможность есть только у жителей в целом Российской Федерации, есть, соответственно, такие изменения нести на федеральный закон, и из регионов мы первые. Пока эта инициатива предусматривает, что 25 тысяч человек, собравшись под одной какой-то очень серьезной, значимой идеей, могут подготовить и внести свои предложения в изменения в законы Тульской области. Но, соответственно, инициатива, внесенная в устав, она требует принятия соответствующего закона Тульской области. Он пока еще не принят. Мы работаем над этим законом, который бы описал четко процедуру, как может эта инициатива собираться, как может приниматься. Я думаю, что до конца года мы закон подготовим, внесем и будем просить коллег-депутатов Тульской областной, думаю, чтобы они поддержали этот законопроект. Я думаю, что он вступит в силу до конца года, и дальше такая возможность будет у жителей, будет уже четко прописано, как они могут ее воспользоваться. Что касается в целом инициативы, мы дали такую возможность не только группе жителей, группе граждан, но такую возможность дали уполномоченным и общественной палате. На сегодняшний момент общественная палата пока еще не воспользовалась своей инициативой, а вот уполномоченные уже некоторые инициативы вносили, и эти инициативы уже стали законами и действуют в рамках законодательной инициативы, они свою полномочию использовали. Поэтому, может быть, на первый взгляд это выглядит, скажем так, сложно собрать 25 тысяч таляков под какой-то инициативой, но такая возможность есть. Я думаю, что будем надеяться, что никогда до этого не дойдет, что и депутаты, и общественная палата, и уполномоченные снимут возможное напряжение или возможные проблемы, которые есть, но я думаю, что такая инициатива должна быть. Спасибо. Татьяна, пожалуйста, газета «Слобода». Алексеева Татьяна, газета «Слобода». У меня вопрос об организации дорожного движения в регионе. По отчетам чиновников из Минтранса установлено очень много камер видеофиксации нарушений. Как Вы считаете, подкомментируйте, пожалуйста, это дало какой-то результат наполнение бюджета и, наверное, повышение безопасности на дорогах. И будем ли мы дальше увеличивать количество камер фиксации видеонаблюдений? Татьяна, спасибо за вопрос. Действительно, в Тульской области в 2015 году завершена программа установки камер фото-видеофиксации. Всего установлено 90 таких камер. И что можно сказать, какие предварительные результаты работы? Ну, в местах, где камеры установлены, у нас превышение скорости, количество правонарушений по превышению скоростного режима уменьшилось более чем в два раза. А аварий вообще в этих местах, хотя мы устанавливали камеры именно в тех местах, где возможно большое количество аварий, аварий не установлено в течение 2015 года ни одной. Значит, мы не предполагаем устанавливать дополнительные камеры фото-видеофиксации, хотя перемещение камер в целом по региону, оно возможно. И такое перемещение происходит в том числе и сейчас. То есть там, где у нас, скажем, наиболее опасные участки с точки зрения транспортной безопасности перестают такими быть, соответственно, эти камеры перемещаются на другие. Мы считаем, что 90 камер достаточно и этого объема, ну, более чем достаточно для того, чтобы навести, прежде всего, порядок на дорогах и призвать водителей в дисциплине. Но могу сказать, да, еще очень важное нововведение. С конца октября у нас будет работать 4 рамки для так называемых большегрузов. Потому что, ну, вот для жителей, допустим, Богородицкого района это очень большая проблема, потому что платной дорогой многие М4 не пользуются. И в обход, соответственно, чтобы не платить там 150 рублей, идут грузовики через Богородицк. И часто идут перегруженные. Соответственно, это идет дополнительная нагрузка на нашу транспортную сеть. И для нас это дополнительные расходы, ну, и потом это вопрос тоже безопасности, потому что идут через населенные пункты. Вот с конца октября заработают 4 рамки, там штраф очень высокий за перегруз на одно транспортное средство. Штраф составляет 500 тысяч рублей. Поэтому я думаю, что мы сможем обеспечить нормальное функционирование нашей транспортной сети для того, чтобы, ну, что называется, транспортники не хулиганили. И еще один очень важный вопрос, наверное, который тоже, мне кажется, вы должны знать. Вот за время работы системы, то есть взысканных в бюджет Тульской области почти 250 миллионов рублей. Ну, без малого. Но наложено количество административных правонарушений 570 тысяч правонарушений. Представляете, за неполный год работы 570 тысяч правонарушений. То есть это говорит о чем? О том, что камеры не только, скажем, заставляют водителя притормозить, когда видят, но самое главное, это внутренне появляется, внутренняя дисциплина у человека. Она проявляться будет дальше во всем. И в поведении, там, я не знаю, на улице, в семье, в обществе, ну, во всех остальных местах. То есть когда человек понимает, что он должен соблюдать те правила, которые установлены обществом, то он эти правила начинает соблюдать везде. Ну, а дорога это и автотранспортное средство, это средство повышенной опасности. Поэтому, мне кажется, лучше, если у нас такая возможность будет. Ну, и хочу сказать, что сейчас проводится достаточно большое количество рейдов. Наши сотрудники полиции совместно со службой судебных приставов. Вы помните, что там есть еще и вторая ответственность. Если в течение 60 дней вы не оплатили штраф административный, то у вас накладывается другой административный штраф в два раза выше, чем тот штраф, который на вас был наложен. Но кроме этого штрафа, вас еще могут обязать проводить соответствующие работы. И вот первые уже результаты есть. Я думаю, что скоро мы с вами увидим на проспекте Ленина как раз тех людей, которые приговорены, или, скажем так, которым присужден административный штраф и, соответственно, обязательная работа. Поэтому я просил бы тоже всех туляков внимательно все-таки смотреть на те административные правонарушения, которые были совершены, и все-таки не играть здесь с законом никаких игр. Телерадиокомпания «Тулы». Пожалуйста, Антон Гугарев. Здравствуйте, Сергей Ильич. Антон Гугарев, телеканал «Россия». В период, когда экономика страны переживает не лучшие времена, готовили Тульск в область к экономическим испытаниям. Нет ли опасений в том, что ряд публичных обязательств или областных программ могут оказаться под угрозой, и вообще как экономические эти процессы могут отразиться на зарплатах туляков, но прежде всего в бюджете? Антон, на самом деле мы, конечно, живем не в безвоздушном пространстве, и я хотел поблагодарить, конечно, всех туляков, потому что результат, который показывает наш региональный экономик, он очень впечатляющий. То есть у нас объем отгруженной продукции за полугодие вырос на 22% по сравнению с таким же периодом 2014 года. На что хотел обратить внимание. Да, меняются экономические условия, меняются предпочтения туляков в том числе в их расходах, и мы видим, ну это не только у нас, видим в целом, это в целом по стране происходит, что идет снижение розничного товара оборота. Конечно, это почти на 9%. Это такой, ну скажем, сигнал очень достаточно серьезный, потому что когда идет снижение потребления, то здесь по товарообороту розничному эти цифры мы видим сейчас, а в промышленности мы это снижение увидим спустя год, потому что производители, они все-таки в основном ориентируются на предполагаемый спрос и перестройка в целом своей промышленной политики каждого предприятия, она бюджетируется ежегодно. Поэтому здесь возможно и снижение, и в целом, если посмотреть по стране, по многим регионам такое снижение уже происходит. Какие отрасли у нас? У нас есть отрасли, которые снижают свое производство, и в том числе свои продажи. Ну уже традиционные пивники у нас, к сожалению, потому что компания «Балтика» является одним из крупнейших налогоплательщиков для Тульской области, и у них идет снижение, снижение по поступлению акцизов. 100% акцизов у пива поступают в бюджет региона, поэтому мы ощущаем там существенное снижение, ожидаем по этому году более 3,5 миллиардов рублей недополучения по пивным акцизам. Соответственно, идет снижение по акцизам на алкогольную продукцию, там цифра несколько ниже, но тоже существенная. За счет чего у нас неплохие показатели этого года? Прежде всего, конечно, за счет наших химиков, сельское хозяйство и оружейники. То есть это вот три, соответственно, отрасли, которые показывают хороший результат. То есть химики, это потому что мы провели своевременно техническое перевооружение, повысили эффективность, и товар, который используется не только на внутреннем рынке, но и имеет экспортный потенциал. Поэтому за счет девальвации национальной валюты выручка компании увеличилась, и мы, соответственно, получаем большие доходы в виде налога на прибыль в региональный бюджет. По силу мы в прошлом году приросли почти на 9%, в этом году мы тоже растем, но темп несколько ниже, чем в прошлом году, но все равно динамика положительная. И село, в принципе, тоже может быть драйвером, особенно с точки зрения занятости людей, которые трудятся на селе, это создание дополнительных рабочих мест. Но и это вопрос внутренней кооперации. Вот открывали, соответственно, элеватор компании «Балтик», так вот, 70% продукции, которая сегодня закупается для нашего Тульского пивоваренного завода, эта продукция производится на территории Тульской области. Почему не 100%, потому что тоже высокие требования к качеству производимой продукции. Следующий аспект – наши оборонщики. Конечно, тоже очень многое было сделано с точки зрения модернизации нашего оборонного комплекса. Но вы тоже прекрасно знаете, что помолодел, во-первых, средний возраст работающих на предприятии оборонной промышленности снизился существенно. Сегодня составляет 38-39 лет. Это уже тоже хороший показатель. Много очень было вложено за последние 5 лет в модернизацию оборонно-промышленных предприятий. И, конечно, у нас здесь есть, что называется, наша жемчужина, наш алмаз. Это вот ПЗРК «Панцирь», который действительно пользуется огромным спросом не только для государственного оборонного заказа, но в том числе и для иностранных заказчиков. Хотя, если вспомнить, всего лишь 3 года назад, в декабре 2012 года, ПЗРК «Панцирь» был поставлен на вооружение российской армии. До этого несколько раз, по разным причинам, наши вооруженные силы, или, скажем так, чиновники от Министерства обороны, предыдущего министра, по каким-то причинам не принимали ПЗРК «Панцирь» на вооружение. Сегодня этот вопрос решен, и государственный оборонный заказ по Панцирю тоже имеет долгосрочный период. Но более того, хочу сказать, что Конструкторское бюро приборостроения, КБП, в рамках кооперации практически все, кроме самого шасси, то есть, как коллеги называют, телеги, производят все на территории Тульской области, в том числе снаряжающее производство в Славном, ну и многие другие практически полностью ушли на замещение продукции и производства на предприятии Тульской области. Вот это три наших направления, которые двигаются, развиваются вперед. Вот особенно химиков хотел коснуться. Вот два предприятия наших крупных химических, Новомосковский азот и Щекино азот примерно одинаковые с точки зрения объемов, количества занятых на предприятиях, около 3,5 тысяч на одном и, соответственно, на другом предприятии. Но если Новомосковский азот у нас в этом году предположительно заплатит около 6 миллиардов рублей налогов в региональную казну, то Щекино азот только 130-150 миллионов рублей. Это связано с тем, что предприятие проводит большую модернизацию, и за счет того, что идет покупка, в том числе и импортного оборудования, и амортизация покупленного оборудования, соответственно, налог на прибыль, ну они практически его не платят, потому что имеют право на льготу. Но когда-то, спустя 2-3 года это завершится, и Щекино азот тоже будет одним из драйверов тульского бюджета с точки зрения выплаты налогов в региональный бюджет. Но сегодня пока мы получаем совсем небольшие суммы. Это вот просто для понимания, для сравнения. Но это надо делать. Если бы это не сделали 4-5 лет назад на Новомосковском азоте, то мы бы не получали с вами таких результатов, как получаем сейчас. То же самое с Щекино азотом. Это нужно делать, даже несмотря на то, что мы недополучаем определенные доходы. Но это перспектива. Ну что ж, давайте снова газетчикам дадим слово. Алексей Шершнев. Пожалуйста. Шершнев, Алексей, Тульские известия. Если можно два вопроса. Погромче, пожалуйста, Алексей. Если можно два вопроса, разноплановых немножко. По теме импортозамещения. Не так давно проходила выставка в Москве, где тульские предприятия представляли продукцию. Наработки свои, и их высоко довольно оценил Дмитрий Медведев. Вот если общую характеристику дать, насколько у нас предприятия активно включились в этот процесс импортозамещения, и перспективы этого процесса. А потом второй вопрос. Хорошо. Ну, что касается импортозамещения, я, честно говоря, там для себя вижу основную задачу, чтобы прежде всего шло производство продукции, которую мы с вами потребляем внутри региона. И уже дальше мы могли бы говорить уже о экспорте продукции за рубеж, и, соответственно, продаже продукции в другие регионы страны. Но могу сразу привести, что по целому ряду предприятий есть уже понятные конкретные результаты. Ну, например, краснобор, производство индишатин. То есть сегодня это не только мы мясо производим, которое потребляется нами, жителями области, но и всеми регионами нашей страны, но они начали экспортировать. То есть мы имеем по этому предприятию баланс по выручке. Не только рублевая выручка, но есть еще и, соответственно, валютная выручка, которая балансирует, дает возможность получения баланса предприятий. То есть на самом деле предприятия имеют возможность не только производить продукцию и покрывать свои потребности для своего производства, но и начинать экспортировать. Вот та же компания «Балтика», элеватор, который мы открывали, то есть они на сегодняшний день 100% ячменя покрывают полностью российским производством. И сейчас уже девальвационный эффект дает возможность того, что они начинают думать, чтобы на свои предприятия за рубежом экспортировать ячмень, который производится на территории России, в том числе и в Тульской области. То есть у предприятия такая возможность появляется. Что мы делаем с точки зрения поддержки предприятий, которые работают на импортозамещение? У нас подготовлена даже целая программа, но тут есть определенные нюансы. Нюанс заключается в том, что чаще всего здесь нужно дать первичный толчок. Когда мы даем первый толчок, дальше уже предприятия идут по наработанной схеме, и у них уже, что называется, получается. Но это очень многое зависит от предприятия, от человека. Вот, наверное, вы все помните обращение нашего фермера Солнцева на прямой линии к президенту два года назад. То есть очень много было сделано. И, кстати, на тот момент, когда он обращался к президенту, то есть уже ему была оказана поддержка, он получил грант, он получил в том числе кредит, который по каким-то обстоятельствам, объективным и субъективным, вернуть нашему, соответственно, фонду поддержки предпринимательства не смог. После этого мы расписали, вот прямо для него сделали программу поддержки, чтобы он четко, так сказать, помог, что называется, встать на ноги. Но, к сожалению, даже выполнение этой программы не приводит к прогнозируемому результату. Потому что то у него таратаристы заболели, то комбайн встал, ну и так далее, и тому подобное. Это очень все-таки такая, вы знаете, человек должен любить свою работу. Когда он ее любит, тогда у него все и получается. Это во всем. Начиная, я не знаю, от журналистики, завершая сельским хозяйством. Потому что, ну вот, те сильные наши аграрии, которые работают на территории области, они действительно живут этой работой. Ну, не работают, это просто их жизнь. Они живут и получают от этого, ну, внутреннее удовлетворение. Вот, поэтому по импортозамещению основная задача, конечно, у нас стоит сейчас это импортозамещение, прежде всего, в оборонно-промышленном комплексе. Ну, это уже вопрос не просто хотелок и желания, это вопрос в том числе национальной безопасности. И здесь тоже есть неплохие наработки. Ну, лидером могу назвать, наверное, Туламаш-завод, который начал работать в том числе по производству станков. Да, это пока сборочное, так сказать, предприятие, но это те станки, которые производятся уже на территории Российской Федерации. И совместное предприятие имеет серьёзные перспективы по развитию. Хотя это очень непростое направление. Станки производить, ну, это, наверное, высший пилотаж. Так же, как там самолёты, автомобили. Станки – это вот, ну, одного порядка, одного порядка, наверное, уровень организации производства. Спасибо. Одна из самых таких обсуждаемых в областном центре – это платные парковки. Кому-то они пришлись по душе, кому-то не очень. Есть, кому по душе пришлись? Вот мне, например, нет. Вот мне тоже платные парковки не нравятся. А есть, кому нравятся, может быть, нет? Ну, что-то вот, а вот там кто-то, мне нравится, да? Ну, нет, ну, у меня же такое же отношение, как у любого человека, слушайте, ну, в принципе, наверное, никто ни за что не должен, ну, не хочет платить. Это вполне естественно, что мы все хотели бы получать какую-то услугу бесплатно, чтобы эта услуга была оказана качественно, в срок, ещё до того момента, как мы подумали, что нам эта услуга нужна. Но есть другая проблема, да, мы с вами живём в большом крупном городе, который требует организации движения. И когда движение, ну, у нас в городе движение организовано таким образом, что оно происходит через центральную часть города, да, то есть, ну, это исторически так сложилось. Поэтому есть места скопления автотранспорта, и, соответственно, здесь решение, которое было принято городской администрацией, депутатами Тульской городской думы, мне кажется, оно решение такое выстраданное. Почему оно выстраданное? Ну, во-первых, действительно очень много инициатив было со стороны туляков, чтобы люди хотели видеть, если и вводятся платные парковки, то сколько это будет стоить, где они будут организованы, как можно заплатить, кто имеет право на парковку, да, бесплатно, то есть, какие категории, что делать резидентам, которые живут, соответственно, в зоне платных парковок. Ну, и самый важный вопрос, если я плачу, на что тратятся эти деньги? Ну, мне кажется, что почти на все эти вопросы решения совместно с жителями, долго обсуждалось, больше двух месяцев, мне кажется, на все эти вопросы решение найдено. Дальше нужно посмотреть, как в опытной эксплуатации будет работать, насколько меня информировал Юрий Иванович из Кипури, планируют депутаты городской думы рассмотреть этот вопрос в конце месяца, то есть, по-моему, в ближайшие дни, и, соответственно, с 15 октября установить такой опытный период работы. Ну, и с 1 ноября предполагается уже введение штрафов за, соответственно, неоплаченную парковку. Ну, и еще раз говорю, что самое важное, чтобы была четкая прозрачная структура, на что эти деньги будут тратиться. То есть, прежде всего, насколько я понимаю, это будут деньги расходоваться на как раз организацию дополнительных парковочных мест, и развитие тех территорий, тех улиц и микрорайонов, там, где будет парковка введена. Поэтому давайте посмотрим, если что-то не так. Ну, мне кажется, депутаты Тульской городской думы, все мы их знаем с вами, что называется, в лицо и поименно, но если что-то будет не так, значит, ну, обратимся, попросим их, чтобы они пересмотрели. Но я надеюсь, что эксперимент должен пройти нормально. И думаю, что после, опять же, так сказать, того, как он начнет работать, думаю, что припарковаться будет комфортнее, и, скажем так, оборачиваемость парковочного места, она будет больше. То есть люди будут все-таки свое время рассчитывать более внимательно. Ну, и самое важное, то, что убрали там медицинские учреждения, хотя некоторые там медицинские учреждения, там, центральный родильный дом, например, вот они прям просят вообще запретно вообще на остановку, на парковку, только на проезд. Потому что там тоже, так сказать, выхлопы, и машины стоят включенные, детишки, роженицы, понимаете, да? То есть здесь тоже нужно всегда учитывать еще специфику. Ну, и 30 минут бесплатного парковочного времени, ну, мне кажется, даже если ребенка в школу привезти, проводить, помочь раздеться и вернуться, за 30 минут это можно успеть сделать. А медицинские учреждения, насколько я знаю, они все исключили. То есть там, ну, важно, чтобы тоже люди не злоупотребляли, а то получится, что не доезжая в медицинское учреждение, будет платная парковка, а тем, кому нужно приехать в медицинское учреждение, туда будут парковаться, соответственно, другие люди. Ну, вот здесь я очень надеюсь на самосознание туляков, что все-таки будут учитывать, что это парковочное место именно для тех людей, которые приехали в больницу, поликлинику и так далее. Молодой коммунар Тамара Голодина. Продолжение темы оборонного комплекса. Тула исторически оружейная столица России. Началось это с организации здесь Тульского оружейного завода более 300 лет назад. И, конечно, мне интересно ваше видение, как будет развиваться оборонка тульская, и, в частности, Тульский оружейный завод, который еще совсем недавно был в очень сложном положении. Ну, не дали, как еще в 2012 году. Вы знаете, мы находимся в очень конкурентной среде. То есть там, где идет производство, скажем, продукции, которая несет ядерное оружие, то там, скажем так, конкуренция ниже. А наши оборонно-промышленные предприятия находятся в очень конкурентной среде. Это и хорошо, и плохо, как у любой медали, всегда две стороны. С одной стороны, плохо, потому что много конкурентов, а с другой стороны, хорошо, потому что он заставляет шевелиться. Ну, я честно вам могу сказать, что у нас есть очень интересные молодые разработчики. Мы пока не знаем их, скажем так, широкая общественность пока не знает их имен. Ну, по целому ряду даже, скажем, обстоятельств. Но поверьте мне, что будущее Шипунова у нас есть и грязево. И есть очень неплохие наработки. И вот концепция, скажем, возникновения конфликтов меняется. Если еще 7-8 лет назад говорили о том, что будет, что называется, возможный театр военных действий, бесконтактный, и нужно только высокоточное, дальнее вооружение и так далее. Сегодня практика показывает совершенно другие угрозы. Смотрите, какая серьезная угроза ИГИЛ. Это действительно угроза, которая для Европы и, скажем, стран Ближнего Востока, ну, и для нашей страны является очень серьезной. И, конечно, нам нужно уметь противостоять, причем резко и, что называется, бесповоротно. И это очень тенденции не очень хорошие, ну, скажем так, даже очень нехорошие. Поэтому здесь у нас перспективы очень неплохие. И наши оборонщики работают достаточно эффективно. Могу сказать, что загрузка по гособоронзаказу 100%, и рост у нас на следующий год в среднем предполагается на 30%, в среднем по отрасли. По некоторым предприятиям до 50%, на некоторых 20%. Но все наши предприятия развиваются. В том числе и Тульский оружейный завод развивается. Вы правильно заметили, он был в очень таком, ну, сложном состоянии. Но, опять же, я честно вам скажу, что это зависит опять от руководителя. И руководитель, который довел это предприятие до такого, ну, почти, слава богу, финала не случилось, вы тоже его все знаете. К сожалению, очень многое зависит от того, кто берет ответственность не только за себя лично, а за тот коллектив и за то предприятие, которым ты руководишь. Сегодня, когда предприятие перешло под операционный контроль компании Ростех, постепенно, вот за 3,5 года у нас идет нормальная работа. И там у нас открываются и новые производства, и новые корпуса, приглашаются на работу новые люди, там создано дополнительно почти 200 рабочих мест. И, поверьте мне, это тоже такая, ну, серьезный вклад. Потому что это совершенно другого уровня рабочие места, чем были раньше. И, конечно, предприятие будет и дальше развиваться. Оно, кстати, очень активно развивается с точки зрения и развития центральной части города, потому что вот в ближайшее время, насколько меня вот директор информировал, будет завершена сделка, они продадут часть земельного участка, который проходит по набережной реки Упы. То есть у нас Кремль со всех четырех сторон будет открыт. То есть будет завершено строительство периметра, потому что это оборонное предприятие, требует определенных мер безопасности. И Кремль у нас будет открыть со всех четырех сторон. И там предполагается развитие этой части, чтобы тулики могли приходить, проводить там время. То есть это разнооправленное. Совсем маленький, от детишек, до молодежи, которым нужно где-то провести время. и лучше чтобы это было не в жилом районе то есть принципе у нас перспектива развития набережной реки упы у нас в общем то сказать там достаточно серьезно и предполагаемое строительство здания нового здания областного суда там тоже работа это ведется то есть предприятие еще очень активно что называется участвует в развитии города да ну хотя вы знаете я вот ну с нашей да с поддержкой туляков прежде всего потому что может поддержку это оказываем откуда из тех налогов которые платят туляки вот знаете прочитал прочитал недавно информацию буквально там сегодня что белгородской области например отремонтировано дорог на 9 миллиардов рублей из них 5 миллиардов это дорожный фонд бюджета соответственно сказать региона а 4 миллиарда это пожертвование крупных предприятий белгородской области это вот просто там для понимания для сравнения мы тоже у нас дорожный фонд около 4 там с половиной миллиардов он сопоставим там с дорожным фондом белгородской области но мы никогда не обращаемся к предприятиям с просьбой чтобы они финансировали подобного рода проекты почему потому что мы понимаем что наше предприятие находится на сегодняшний день в в модернизации в проекте модернизации и что это требует серьезных серьезных капитальных вложений хотя конечно это очень приятно когда предприятие вот скажем белгородской области вот тоже помогают своему дорожному фонду областному и такие вот есть добровольные пожертвования но это так это лирическое что называется отступление пожалуйста сергей берюк газета тула здрасте вами сергей чего для начала хотел уже середины ответов на вопросы поздравить с круглой даты за вами нарисована и но это я честно сергей скажу это пиарщики талантливый у нас они же знаете им же надо к чему тут обязательно приурочить ну давайте вот мы не встречали журналистами ну хорошо да но в большом таком формате ведь ну давайте 1500 дней на ну давайте хорошо вот мы видите талант талантливые тулики любом случае хотел вопрос задать вот в начале вашей карьеры губернатором славились своей позиции такой жесткой по застройке точечной вот хотелось бы узнать как сейчас дела обстоят и как бы тут то то там в принципе возникают такие случаи вот что делается областной властью и вами в принципе спасибо большое могу сказать что позиция не изменилась она как была так и есть я считаю что застройка должна вестись комплексно так когда ведь застройка ведется комплексно то совершенно другое качество жилья люди получают по итогу во первых нету социального напряжения да между теми людьми которые приобретают или получают жилье в новостройках и теми кто живут вон что называется стена к стене да потому что они терпели пока там все это котлован стройка строители шум пыль гам и так далее и тому подобное и здесь мы позицию как держали так и держим но есть ранее принятое решение то есть ранее выданное разрешение строительства которые реализуются но тоже на каком-то этапе взять и посередине прийти и сказать что все все что было до нас все неправильно искать все сносите ну мне кажется это тоже не такая позиция но не совсем государственная и это же тоже вопрос инвестиционного климата который что называется передаются из уст в уста но вот по одному из решений которое было принято городом и вот я тоже был подключен вот на о возможной застройки фрун за 15 вот там все равно идут еще споры судебное разбирательство споры то есть в принципе это тоже нормальный путь когда есть скажем разночтение в в позициях и кстати там же вот позиция возникла в чем изначально град совет разрешил построить нам я точно цифру не помню ну предположим 7 или 8 тысяч метров жилья и в принципе такой небольшой дом он мог быть вписан в эту скажем архитекту но получены документы были уже на 13 тысяч почему потому что как бы застройщик с чиновниками из городской мэрии которые выдавали соответствующее разрешение посчитали что град совета речь ввел только продаваемых жилых площадях а соответственно парковки холлы проходы технические помещения не учитывается но это слушать это конечно обман и это то людей то и возмутил почему люди так вот в остальном что соответственно вместо там 7000 вдруг появляется 13000 совершенно другой объем и это уже начинает давить на что называется на людей которые живут рядом у них там уходит их там жизненное пространство для людей конечно слушайте это возмущает и почему это так происходит принято одно решение документы выдаются на другое ну вот идет рассудебное разбирательство но от точечной застройки мы полностью ушли единственное исключение есть когда речь идет о квартальной застройки тогда да и здесь уже особенно это касается скажем исторической части города ну скажем тех хибарок которых у нас в центральной части города еще хватает которых и прописано по 20-30 человек но все равно этим вопросом надо заниматься поэтому мы приняли решение не точечно на каждую хибарку что называется давать разрешение ну а к внутри как бы по квартально для того чтобы была единая архитектура для того чтобы были на едины социальные объекты и просто пространство для жизни человек давайте дадим слово районным газет сейчас можно я кстати вот постройки чтобы тоже не забыть вот важный момент это опять же не с точки зрения отчета да там сказать власти перед жителями но вот в этом году мы за 600 тысяч квадратных метров жилья уйдем скорее всего наверное тысяча шестьсот тридцать шестьсот сорок мы может быть даже 650 видео то есть это самый большой показатель за 20 лет столько в области не вводилось никогда ну вот если не считать там условно говоря времена когда еще василь сан стародубцев работал еще новомосковский и тогда там за один год новомосковский почти 100 тысяч метров построен ну был такой это поздние 80 то есть но это же результат результат причем если мы посмотрим с вами у нас обычно 22 25 процентов это были многоквартирные дома из общего объема ввода то сейчас остальной частный сектор то сейчас почти 40 процентов это будет многоквартирные дома в том числе конечно здесь дал толчок наша программа по переселению потому что вот я вручал сегодня ключи в богородицке еще 26 7 мы уже построили 93 тысячи квадратных метров жилья перед построили и передали людям а всего должны 320 тысяч на следующий год я тоже думаю что у нас будет за 600 тысяч показатель хотя конечно замедление в строительстве есть но строительство за собой подтягивает и все остальные отрасли производственные поэтому действительно это хороший результат и в основном новая многоквартирная застройка идет в новых микрорайонах для убережья например петровский то есть там где у нас действительно компонуется полностью микрорайон нормально с учетом всей всей инсоляции удобств подъездов парковочное пространство формируется достаточно для жителей которые туда заедут но то есть чтобы люди себя чувствовали комфортно по-человечески продолжаем ну что районки давайте вот узловская газета сергей войнеев пожалуйста знамя добрый день в минувшую пятницу в узловой был просто историческое событие компания грейнт пол сделал два ковша земли так сказать вытащила первое и заложен фундамент вот уже реально то есть нашли разговоры только там под станцию остальное сейчас уже реально мы все видели что строительство началось вот какие перспективы развития нашего индустриального парка ну китайцы четко сказали вот обгланы был что мы будем строить независимо от кризисов там форс-мажоры все а территория же там большая у нас по этого парка там строить по-моему еще два объекта идут вот другая территория как только будет использоваться что нашим депрессивным так сказать с точки зрения занятости городе очень большой надежды смотрят на все происходящее в шаховском сергей ну конечно сейчас честно скажу что вот мы с коллегами моими губернаторами собирались обсуждали кстати ну вот в том числе с анатолием дмитриевичем артамонов многие конечно считают что строить большие парки как вот например наш узловский он самый крупный центральном федеральном округе 2200 гектаров общей площади ну там на выходе будет конечно что называется под промышленными площадями занято там 600 800 гектаров максимум все остальное это скажем благоустройство транспортная инфраструктура ну и так далее тому подобное вот там не вся территория она там в том числе по рельефу комфортно и удобно для того чтобы размещать производственные корпуса но вы знаете мне кажется все равно вот это экономическая турбулентность или как новая реальность она все равно будет заканчиваться да наверное она может быть дольше чем мы предполагали и рассчитывали хотя никаких иллюзий честно говоря я например не испытывал но все меняется посмотрите выступление великолепное выступление президента путина вон да мы видим о том что президент говорит о том что мы готовы полностью восстановить отношения соединенными штатами по всем позициям уже даны поручения министерства обороны по взаимодействию и так далее то есть все меняется и мы должны быть с вами к изменениям быть готовы когда придет новое желание вкладывать ведь инвестор это люди которые вкладывают не потому что им нравится инвестировать и потому что они хотят зарабатывать деньги когда вот это вот нервозность что называется на рынке она кстати есть не только у нас в стране она же в целом посмотрите китайский рынок за полгода упал почти в два раза фондовый рынок да и правительство китая предпринимать очень такие существенные шаги да то есть там есть были введены ограничения по продаже акций крупными акционерами там ну то есть там такие знаете ну такие существенные ограничения на сдерживание чтобы не было паники но рынок все равно продолжает снижаться в том числе потому что идет снижение промышленного производства и снижение потребления в целом в мире но мы с вами должны быть готовы к тому как моменту когда ситуацию стаканится она начнет развиваться все равно людей на планете становится больше все равно человек несмотря на все сложности и трудности все равно он любой человек смотрит в будущее с оптимизмом потому что жить без оптимизма ну мне кажется просто невозможно поэтому мы должны быть как область просто к этому моменту готовы чтобы вот к нам пришли и спокойно разместили свои производства это то как произошло в калужской области это то что мой коллега анатолий дмитрий артамонов принял не побоялся тогда там 12 лет назад 10 лет назад принял это решение инвестировать технопарки и я хочу сказать что это дает результат вот я у него в гостях сейчас был например у них строится большое крупное предприятие по переработке зерна такое аналогичное как у нас в ефремове там у нас продавец времена 500 тысяч тонн переработки зерна в год они строят на на 250 но понимаете почему туда пришли по целому комплексу земля бесплатно коммуникации подведена это большой объем энергетики всей электричества газа ну всего пожалуйста подключайся хотя вся калужская область производит всего триста пятьдесят тысяч тонн зерна то есть зерно будет все привозное в том числе кстати из тульской области перерабатываться будет вот но с учетом того что мы были подготовлены подъездные пути площадка подготовлены инвесторы приняли решение разместиться там они вместе где скажем производится зерно вот тоже пожалуйста экономика и здесь мы должны быть готовы ну и потом мы стараемся очень рачительно аккуратно деньги инвестировать в развитие узловского технопарк вот очень аккуратно потому что мы тоже понимаем что он не должен превратиться там в долгостроить большим объемом капитальных вложений то есть мы денежки стараемся считать ольга натаркина пожалуйста наша жизнь тепло горевский район ольга натаркина газета наша жизнь тепло горевский район владимир сергеевич скажите пожалуйста какие качества руководителя для вас наиболее ценны ну я честно говоря вы знаете самое главное конечно обязательность исполнение тех решений из тех озвученных вопросов которые руководители берет на себя самое главное это вот результативность обязательность потому что очень часто вот у нас на разных уровнях и на муниципальном и на региональном уровне власти часто вот чиновники говорят вот недавно я был в щекинском районе вот встает один чиновник глава местной администрации лет ну а откуда у нас деньги мы же мы не можем решить этот вопрос у нас средств не хватает причем он на работу пришел там полтора или два месяца назад я вот задаю вопрос слушайте ну вот вы пришли на работу главой администрации но вот если вы приходите сразу с пониманием того что вы все равно это не можете решить 1 2 3 зачем приходить просто сесть что называется на зарплату там в 40 тысяч рублей там скромненький кабинет значит чашка кофе и там служебный автомобиль или все-таки для того чтобы эти вопросы решать поэтому ну не знаю мне кажется я понимаю что в принципе наверное каждому человеку присущий в том или ином виде лень но когда ты идешь работать на государство на жителей мне кажется ты должен все таки по-другому выстраивать свою свой взгляд на вещи свой взгляд на жизнь и обязательность исполнения это наверное самое важное но и второе очень важное качество быть внимательным к людям вот чтобы сердце что называется не черствел потому что вот если уже что называется устаешь встает чиновник от людей знаете вот он начинает огораживаться то лучше уходить потому что там это тоже не даст никакого результата и кстати это тоже видно вот мы же проводим соцопросы населения как они оценивают там деятельность муниципальных чиновников поверьте мне в крупных городах вот как новомосковск тулок хотя в общем то в крупных городах всегда иметь рейтинг поддержки там 55 58 процентов как например у жерзи в новомосковске это очень очень непросто очень непросто а наоборот в сельских районах тоже ситуация отличается уровень поддержки в киреевском районе 25 процентов в теплогаревском 60 белевском 28 понимать хотя можно теплогаревский с белевским ну по многим показателям с радио сравнить и по численности и по проблематике которая есть да вот здесь очень многое конечно зависит еще от человека как он умеет выстроить отношения с людьми слышит он и готов ли он слушать людей вот наверное это тоже очень но руководителю особенно работающему на публичной должности это вещь такая очень важное необходимое качество давайте слово дадим информагентством здесь у нас вот анастасия пожалуйста зубрилина это артас владимир сергеевич скажите пожалуйста какой объем инвестиций в 2015 году в тульский регион составил если прогноз на шестнадцатый год будет ли это увеличение объема или уменьшение все-таки и какой ожидается приход крупных инвесторов как всегда экономический вопрос в регион спасибо водичку дойдет дадут там девчонки вы садитесь посидите лучше да не стоит значит что касается объем инвестиций которые мы имеем за полугодие он составил у нас около 35 миллиардов рублей но это больше на 15 процентов чем было за аналогичный период прошлого года в целом мы надеемся в этом году перешагнуть планку 100 миллиардов это будет тоже впервые в истории тульской области когда объем инвестиций в основной капитал составит более 100 миллиардов рублей на следующий год соответственно мы планку снижать не собираемся и объем проектов в разной стадии проработки нас составляет более 150 миллиардов рублей хотя конечно хотелось бы побольше но мы очень возлагаем большие еще надежды на развитие микро и малого бизнеса то есть те инициативы которые мы приняли по итогам заседания госсовета по поддержке малого бизнеса соответственно на территории тульской области мы предполагаем что это даст нам существенный результат в этом году около 18 тысяч рабочих мест мы должны создать а дальше каждый год по по нарастающим мы должны создавать ну там около 25 тысяч рабочих мест работа идет она носит точечный характер и могу сказать что думаю что у нас все получится районной прессе хочется дать слово все-таки пожалуйста богородицкие вести главный редактор я хотел бы сказать вот о чем сегодня вот едешь по нашим дорогам и замечаешь как интенсивно исчезает одна из русских российских бездорожья вот и в то же время нарастает вторая проблема проблем тб о да а тб о вот это ну прям слава богу вторая не нарастает я я про первое не буду говорить а вот у нас есть перспективы какие-то ведь все-таки у нас есть опыт большой европейский в этом плане мы как-то можем конечно времени то когда сегодня надо куда-то деньги большие вкладывать но тем не менее когда мы приблизиться к этой теме должны но мы приближаемся я хочу сказать что проблема настолько остро и настолько требует большого внимания что даже полномочный предстоитель президента в центральном федеральном округе александр меч беглов вот проводил видеоконференц-связь посвященные как раз утилизации твердобытовых отходов мы приняли закон кстати да новый который вступит он уже вступил в действие соответственно с 1 января следующего года у нас появляется возможность регулирования и создания оператора единого оператора твердобытовых отходов но вы знаете я честно скажу что у нас на территории области около 40 помоев потому что полигона вот такого что называется вот в таком как он должен быть существовать с корытом с водоотведением с фильтрации ну как вот по науке что называется у нас такого полигона нет ни одного у нас помойки в основном на землях сельхоз назначения ну и утилизация у нас в основном методом так сказать закатывания мусора катками и в дальнейшем соответственно появление новых вот этих вот горок горок да да пирамид хеопса но вот первый полигон мы на сегодняшний день подготовили уже проект смертную документацию и их подвезли в экспертизу на экспертизу в москву потому что экспертизу проводит рост потреб на рост природнадзор соответственно федеральный и именно московские не наше территориальное подразделение а именно московский соответственно мы планируем выйти на площадку уже если все будет нормально с утверждением документации ближайшее время и первый нормальный полигон он будет вот построен там но ближайшей перспективе полутора лет всего таких полигонов для наших нужд для наших нужд нам нужно 5 ну может быть 6 стоимость одного полигона без сортировки только стоимость полигона с нормальным захоронением и так далее составляет от там 350 до 500 миллионов рублей в зависимости от его там размера значит если мы с вами говорим о сортировке то это уже другие деньги это еще минимум 300 миллионов рублей на каждой на каждый полигон дополнительно значит инвесторов инвесторы есть но все инвесторы хотят чтобы за захоронение потому что есть сбор есть транспорт и захоронение так вот чтобы за захоронение у нас сейчас с вами средний тариф по области 76 рублей там 76 78 зависимости от района все инвесторы хотят 300 только за захоронение это не считая транспорта и сбора готовы ли мы пойти на подобного рода скажем и решение потому что это регулирование на региональном уровне но здесь мы будем советоваться с жителями пока мы предполагаем все-таки что повышение если и будет но она все равно будет что она будет в меньшем объеме поэтому пока цифра у нас окончательных нет я наверное говорить об этом не буду но уверен что жители мы постараемся жителям все рассказать как и что будет вот ну чтобы люди просто понимать зарастать мусором конечно мы не имеем права тем более что мусором мы с вами производим достаточно достаточно объем вот и думаю что обратившись и объяснить все жителям мы наверное поддержку получим но пока у меня что называется еще вот окончательных цифр и скажем окончательных предложений пока нет мы находимся в стадии проработки но мы будем принимать решение о создании единого оператора на территории тульской области в следующий со следующего года который бы полностью спасибо занимался оперированием и переработкой мусора все наши свалки помойки которые есть они все подлежат закрытию и вот места расположения возможных полигонов новых мы тоже постарались приблизить тем помойкам которые есть сейчас для того чтобы в том числе утилизировать их но здесь я тоже хотел бы вот обратиться пользуясь случаем жителям конечно очень активно сейчас у нас начали административно-технические инспекции работают особенно по тули вот посмотрите на когда вы бываете белгородской опять же области у нас у нас вот взять знаете вынести пакет поставить в лучшем случае пакет а то и диван и стиральную машинку знаете у своего дома и оставить ждать пока это вывезет а потом вокруг этого такая знаете мини пирамидка появляется вот ну вот такого в белгородской области нет и это тоже вопрос кстати дисциплинированности жителей ну слушай ну делаешь у себя ремонт ну закажи контейнер вывезет контейнер ну заплати за нее но почему все остальные соседи должны за это платить ведь все несанкционированные свалки они оплачиваются вами из ваших налогов чудеса не бывает поэтому здесь но я не знаю мне кажется не должно быть какая-то внутреннее чувство ответственности а то вот это иногда ощущение халявы ну конечно причем какой-то такой несущественной халявы преодолевает людей знаете захватывает спасибо давайте с последних рядов послушаем вопрос заокский вестник газета наталья денисова пожалуйста здравствуйте владимир сагир скажите пожалуйста а вот интернет у нас сейчас каждый дом да но у нас существует проблема как бы в некоторых районах то есть поселках заокском районе вот скажите эта проблема будет решена потому что допустим селе ничаева до сих пор интернета нет а сколько человек живет вселенную порядка наверно 300 ну вообще-то если 300 нет ну все что там программа соответственно которая принималась и наша региональная она принималась в рамках в том числе федеральных решений все села там где 250 человек и более либо если в селе либо в селе если есть еще бюджетное учреждение то мы туда интернет заводим в обязательном порядке поэтому ну надо вот с конкретно с этим населенным то есть вообще это но вот все населенные пункты 250 и более и там где есть бюджетные учреждения наши мы туда интернет заводим более того я даже хочу сказать честно вот каждую неделю у нас район отчитываться о выполнении майских указов президент но мы конечно вопросы задаем не только по исполнении майских указов и очень часто например вот мы провели там 10 точек интернета ну то есть в основном это оптоволокно то есть проводили с запасом то есть там хватает не только учреждения а можно еще всем что называется ближайшим домам подключиться ну там за дополнительную плату и получать не только интернет там и телефоне но и телевидение в том числе ростелеком кстати очень в этом смысле так существенно продвинулся начинаем смотреть из 10 точек которыми 5 муниципалами нашими вообще не используются в школе например спрашиваю почему ну вот мы так вот но не расторопность такая знаете вот бывает поэтому здесь мы их тоже что называется чуть-чуть пушим чтобы они как сказать чтобы они вот деньги которые потрачены на интернет чтобы они все-таки этим пользовались от лица нашей редакции еще хочу вам сказать большое спасибо у нас появился бесплатный интернет спасибо но это не мне это опять же тулика спасибо спасибо да пожалуйста что у вас за плакат классное телевидение слушаем вас да слушаем это наши юные коллеги конкуренты подрастают школьная телекомпания классное телевидение центр образования номер один имени героя россии дмитрия горшкова владимир сергеевич у нас к вам вопрос и просьба вы работаете в тульской области уже 1500 дней вы продвигаете наш регион на всероссийском и международном уровне а что вам более дорого в тульской области такой вот всегда с детский вопрос он самый непосредственный но я не знаю я конечно вот если говорить из объектов то мне очень дорог кремль тульский я ну что называется уже столько души в него вложила уже так прикипел к нему что наверное если говорить об объекте то этот тульский кремль если говорить о эмоциональной составляющей то конечно это отношение доверия жителей области которую вот я же человек новый для у для области и когда приезжал то конечно очень много скепсиса всегда возникает ну вот новый человек не знает не понимает наши специфики и вот то что в принципе за четыре года удалось но по-русски так вот по-человечески говорят стать своим для меня это очень дорого и вот эмоциональной составляющей наверное это самое самое вот такое для меня трогательное то чем я очень дорожил еще наша встреча проходит в канун международного дня учителя чтобы вы могли пожелать учителям тулы и тульской области одного здоровья самое главное здоровья спасибо продолжаем коллеги екатерина федосова региональная радиостанция вести fm здравствуйте владимир сергеевич екатерина федосова телерадиокомпания тулы хотелось бы вернуться к вопросу продовольствия немного подробнее просто об этом какая сейчас ситуация на рынке продовольствия и чего в дальнейшем все-таки ждать туликам спасибо ну вы наверное говорите прежде всего наверное с точки зрения не глобальных процессов наверное вот именно потребительских да ну ситуация на рынке продовольствия у нас достаточно стабильна хотя по целому в целом конечно произошел рост цен что в общем-то естественно потому что когда происходит девальвация национальной валюты то это влечет за собой рост цен ну по целому ряду причин если даже продукция производится на территории нашей страны ну скажем может быть используется импортное оборудование либо импортная техника то есть это составляющая тоже имеет под собой определенное начало часть продукции которую мы не производим с вами бананы у нас не растут не в тульской области не в краснодарском крае поэтому безусловно на них цена она меняется связи с в том числе связь изменением курса национальной валюты но если говорить в целом мы не являемся лидерами по росту цен мы на такие середнячки не самые большие не самые маленькие мне кажется что отадивать вот тот эффект девальвации который произошел то по росту цен мы вот самый пик что называется уже получили я не думаю что мы будем расти гораздо выше думаю что рост цен возможен там примерно 100 и планируемая инфляция которая говорит центральный банк там инфляция в этом году около 12 процентов ориентир как задачу как таргет как они любят банкеры говорит они себе ставят четыре процента там перспективы трехлетний думаю что конечно потребительская инфляция выше чем 12 процентов она там составила я думаю процентов 25 и конечно это существенно повлияло на предпочтение жителей мы с вами область небогатая и у нас конечно вот видно по потреблению во первых люди стали меньше покупать в объемах изменился изменилась корзина покупательская да то есть если раньше предполагают людям скажем так иногда покупали более дорогие товары те же молочные до производства скажем импортного либо скажем который производится западными компаниями сегодня больше ориентирует переходит на наше отечественное производство и в этом есть тоже свои плюсы но ведь программа импортозамещения она сейчас должна давать обратный эффект то есть импортозамещение и скажем так появление дополнительных предприятий и производства приведет к большей конкуренции конкуренция должна привести к сдерживанию цель потому что снижение цен но это скажем когда цены падают это тоже плохо потому что как скажем инфляция скажем регулируемая инфляция является определенным толчком для того чтобы люди тратили больше а соответственно инвесторы производители производили больше на и соответственно делали новые вложения поэтому здесь очень важен баланс с точки зрения макроэкономики но думаю что большого роста цен мы в ближайшие годы не увидим я думаю что это ориентирует от скажем ориентина на снижение то есть цель следующего года это перейти к однозначной инфляции поэтому я думаю что с этой задачей мы справимся и появление новых предприятий создать дополнительную конкуренцию и думаю что сдерживание цен будет происходить очень важно чтобы мы как раз в рамках исполнения указов президента выполняли свои обязательства о выполнению линейки по зарплате бюджетников вот эта задача очень важно хотя я скажу что она в том числе для нашего успешного региона тоже сложная у нас количество бюджетникам по некоторым направлениям выросла например у нас стало больше воспитателей детских садов потому что мы с вами создали дополнительные места для детишек если у нас очередь четыре года назад было 11 тысяч детей то есть сейчас там меньше полутора тысячи да то есть но дети с детишками нас же заниматься соответственно муниципалитеты взяли на работу новых воспитателей детских садов а расходы несем мы с вами вместе все но это правильные расходы это хорошие расходы это в расходы инвестиции в будущее анатолий шестак алексинские вести пожалуйста есть у вас вопрос добрый день мне хотелось бы задать вопрос несколько масштабнее на дальневосточном международном экономическом форуме владимир путин призвал разбюрократизировать экономики поддерживать предпринимателей что на ваш взгляд удается делать на нашей любимой родной тульской земле спасибо мне кажется самое важное не мешать предпринимателям добропорядочным предпринимателям не вмешиваться в их деятельность а помогать им только тогда когда они об этом просят потому что когда просьба то всегда эффект от полученного поддержки помощи он гораздо выше возникает внутреннее внутреннее такое ощущение то что раз я обратился за поддержкой то я должен оправдать надежды потому что вот этого разгильдяйства его конечно не должно быть а есть у нас основная все таки задача я уже об этом говорил этом поддержка мир микро и малого бизнеса то есть даже не не столько вопрос поддержки сколько вовлечения людей собственное дело для того чтобы человека вовлечь но прежде всего настроение должно быть у человека что-то делать а второе это объяснить какие у него есть права и вот те процедуры которые мы сделали мы ну целый перечень вот после госсовета мы там порядка десяти законов на региональных приняли которые мы два раза снизили стоимость по патентам освободили полностью а все от все предприятия которые будут регистрироваться с первого января шестнадцатого года вообще от налогов освободили в два раза увеличили вычет по предприятиям которые используют имущество с точки зрения налога на имущество если раньше у нас было сто метров квадратных и пять человек работающих мы сделали 200 и 10 человек работающих то есть микро и малое предприятие ну то есть ну существенно то есть ставка налога на имущество ноль если ты используешь помещение там 200 метров и ты создал 10 рабочих мест то есть 10 человек у тебя получают заработную плату которая по нашему трехстороннему соглашению составлять должна не меньше 12 тысяч рублей в месяц это заработная плата в негосударственном не бюджетном секторе поэтому а мы еще планируем несколько нововведений принять для того чтобы поддержать вот подтолкнуть инициативу его мы конечно очень надеемся на наши программы эта программа народный бюджет на что нас количество объектов в следующем году существенно увеличивается если в этом году это 550 объектов на следующий год это более 1200 объектов фонд капитал капитального ремонта то есть там тоже количество объектов увеличивается и мы конечно заинтересованы в тех людях которые могли бы эти работы выполнять очень на самом деле не просто заинтересованы а очень заинтересованы у информационных агентств есть вопросы ну давайте вот дадим елене шулепова и слова российская газета а затем информагентство все-таки хочется послушать вы уже говорили о падении фондовых рынков о снижении там потребительского спроса на тульской области она не в безвоздушном пространстве находится вот ваш прогноз и перспектив развития экономики тульской области вот-вот сложной ситуации как бы общий да ну это один момент вы уже частично уже как бы коснулся да ответили да мне бы хотелось еще вот такие моменты обратить внимание будет ли переход на годовой бюджет мы пока мы пока попробуем все-таки на трехлетки удержаться попробуем то есть посмотрим какой сейчас будет бюджет федеральный годовой и исходя из этого попробуем все-таки держаться на трехлетке ну прогнозировать развитие экономики все-таки мне кажется нужно экспертов спрашивать но потому что и но познаете я я занимаю нет я занимаю должность вышим являюсь высшим должностным лицом региона я говорить какие-то апокалиптические прогнозы в принципе не имею права то есть я должен внушать людям оптимизм и уверенность завтрашнем дне вот поэтому мне кажется давать какие-то прогнозы будет неправильно чтобы мы все свои прогнозы и свои свой план мероприятий мы готовим консервативно то есть если вы обратили внимание бюджет текущего года он у нас по доходам он у нас такой же как и бюджет прошлого года то есть ну плюс-минус там разница небольшая думаю что верстать бюджет 16 года мы будем исходя в том числе из таких же ориентиров если мы сможем то есть у нас задача минимум удержать доходы на том уровне на котором мы их получили в четырнадцатом году хотя есть предпосылки к тому что в этом году и следующем мы получим меньше потому что часть налога на прибыль которая уплачена нашими предприятиями она уплачена переплачена да и предприятие сейчас зачитывают этот налог на прибыль то есть по факту по денежному потоку мы можем часть денег и недополучить потому что они уже заплатили эти деньги а некоторые предприятия например как сбербанк у нас и размещает даже деньги почти 500 миллионов мы возвращаем уплаченного на переплаченного налога на прибыль сбербанк поэтому это задача минимум задача максимум обеспечить быть готовыми к тому что у нас будет больший объем доходов и соответственно этот объем доходов направить на дополнительные проекты подчеркиваю не на снижение налогового не на снижение долговой нагрузки а на дополнительные проекты потому что долговая нагрузка у нас на сегодняшний день она регулируемая мы долг области вот на сегодня составляет чуть менее 15 миллиардов рублей что расчет на менее 30 процентов собственным доходом то есть мы очень консервативны но мы четко понимаем что если у нас появляются дополнительные деньги мы понимаем что на эти деньги мы будем делать такой момент вы уже упомянули о встрече с артамоновым я так понимаю это была встреча когда вот пять губернаторов собрались да а вот не собрались почему приехали подержать 3 ехали поддержать коллегу накануне выборов да 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 а в принципе там шла речь в том числе о том о межрегиональных таких вот связи развития кооперации а вот в этом плане как-то какие-то продвижки какие-то соображения у нас кооперация она кооперация достаточно серьезно развита я имею ввиду не это не только экономическая кооперация прежде всего культурная обмен и так далее но и экономическая вот я привел пример строительство сельхозпредприятия которое будет в том числе перерабатывать пшеницу которую мы производим на своей территории да предприятие будет расположена соответственно в калужской области и одно из направлений это кстати возможность строительства совместных предприятий по утилизации твердобытовых отходов но в мире чаще всего используется сжигание то есть потому что там скажем при сжигании есть плюсы и есть минусы но нажигать наши отходы у нас просто объема не хватает потому что чтобы эффективность была нужно там пять миллионов тонн сжигать тогда появляется эффективность то есть вот как раз на две области это могло бы быть эффективно а для тульской области ну потому что строительство мусоросжигательного завода ну там сейчас я даже не буду озвучивать цифры но очень большой то есть купаемость очень большая поэтому здесь вот одно из направлений которые мы смотрим это вот возможность объединения усилий и может быть и строительство такого вот предприятия а можно еще вот такой вот момент позволю себе извиняюсь перед коллегами скажите вот что для вас лично были эти полторы тысячи дней от указа ну как вы себя называете это вы служите губернатором или работаете губернатором я служу конечно служу это служба это точно не работают службы и вы знаете я читаю интересную книгу одного из ну скажем периодически одного из философов на называется поток ну книга очень интересная самое важное всегда находиться в своем внутреннем потоке когда ты получаешь удовлетворение на того от той деятельности которой занимаешься но в простонародье так сказать мы мы это называем счастье да то есть когда ты счастлив дома счастлив на работе вот ну вот наверное так вот состояние честно скажу что конечно служба губернатором это совершенно другая другие ощущения чем скажем работа депутатом государственной думы работа в бизнесе или служба вооруженных силах совершенно другая но во многом потому что совершенно другие процессы происходят и ответственность вот когда ты руководишь предприятием я руководил достаточно большим предприятием почти двенадцать тысяч человек работал на тот момент когда я им руководил то есть совершенно другие ощущения все-таки бизнес это когда есть общая направленность на получение понятного конкретного результата служба губернатором это другая история совершенно другая история и полученный результат может быть иногда началом какой-то скажем ошибки и наоборот скажем иногда неполученный результат или бездействие может как раз как бы предостеречь от совершения какой-то будущего действия это такая знаете философская история но это служба вот это служба очень важно чтобы конечно вот было внутреннее ощущение удовлетворения от этого у меня но и есть спасибо елена за ваши три вопроса мы продолжаем итак агентство интерфакс центр пожалуйста геннадий будет несколько поменьше но тульского область как раз входит по-моему 4 4 или 5 всего губернатора избираться тульского в том числе а тульская область сейчас инициатор очень многих таких новшеств что ли будем так говорить в избирательной компании вот сегодня избирком допустим да уже законопроект разрабатывает о муниципальном фильтре фильтр тульская область один из инициаторов снижения вот этого процента муниципального фильтра с 10 до 7 ну наверное ну вот какие еще инициативу может предложить вы знаете там насколько я понимаю вот коллеги депутаты они рассматривают просто сказать разные варианты коллега балберов он внес предложение снизить до 5 процентов муниципальный фильтр избирком вот я тоже прочитал из как раз информационных агентств чтобы избирком считает 7 процентов я вот посмотрел почему все таки вот 7 это потому что тогда нужно будет 71 подпись собирать 71 регион 71 подпись шутка или не шутка но но это вот скажем так ну в россии разные действуют муниципальные фильтры в основном конечно от 5 до 7 до 7 процентов 10 очень мало где осталось и я здесь вы знаете я мне сложно комментировать потому что это касается в том выбор в качестве губернатора поэтому мне кажется если будет повышенная конкуренция и конкурентная борьба за пост губернатора мне кажется это лучше потому что ну вот посмотрите да вот мы парковки обсуждали с вами вот была инициатива проработана инициатива городской администрации вот они там скажем приглашали экспертов эксперты соответственно посчитали все транспортные потоки одно второе третье вынесли свои предложения тулики включились активного обсуждения этого вопроса да и получили на и по итогу откорректированный скажем откорректированный проект который устраивает всех но разве это плохо поэтому мне кажется если нормальная конкурентная борьба нормальная конкурентно без там поливания там грязи и так далее знаете как вот тогда наверное мне кажется чем больше будет конкурентов наверное тем лучше он прогнозирует что будет 14 кандидатов приблизительно вы будете среди них хорошо ну избирком насколько я понимаю почему он прогнозирует 14 потому что 14 политических партий имеет право на участие в выборах депутатов в государственной думы то есть видимо у него аналогия так сказать у сергей юрьевича именно отсюда возникает вот но наверное буду я или нет это зависит от президента россии владимира путина как он оценит эту работу ту службу которую я делаю как результат этой службы и от туликов поэтому если не будет поддержки туликов либо федерального центра ну конечно мне кажется ну такая поддержка нужна но без поддержки и без совместной работы хорошего результата может не получиться поэтому здесь мне кажется ну надо подождать пока дадут оценку и тулики и президент хорошо спасибо тульская служба новостей у нас вопрос по моему не задавал юрий зайцев пожалуйста масти юрий зайцев вопрос из области спорта в августе после матча с шинником виктор булатов сказал о неких сложностях с финансированием в клубе что он имел ввиду были какие сложности и какова ситуация сейчас да не знаю играют вчера вот с саратовским соколом сыграли ничью честно говоря я рассчитывал на победу поделили очки не знаю ну то есть мне кажется немножко обидно но я помогаю вот как могу там помогаю а так в принципе это же профессиональный футбольный клуб поэтому финансирование клуба оно должно оказываться прежде всего за счет тех денег которые они могут привлечь от спонсоров благотворители рекламы продажи билетов ну тут так как и должен в принципе нормально работать футбольный клуб поэтому не знаю мне кажется особенно никаких там проблем у них нет хотя наверно вопрос финансирования не всегда возникают и я кстати говорила на же клуб он клуба нет собственника да то есть клуб функционирует виде некоммерческой организации мне кажется вот сделать из нее к сожалению дмитрий оленичев ушел в народную команду спартака вот я всегда предлагал ему сделать из арсенала поистине народную команду вот по принципу несколько западных клубов играют так когда человек может стать акционером клуба да то есть но у нас не не акционером учредителем например он может стать чем там берет на себя какие-то обязательства каждый год там поддерживать клуб на 50 или 100 тысяч рублей и за счет вот этих вкладов происходит ну прозрачный бюджет и происходит на соответственно финансирование мне кажется в туликам это под силу тем более что действительно футбол в тули любят и команда играет ну скажем так неплохо есть к чему что называется стремится но здесь нельзя тоже быть в стороне ждать что кто-то за тебя там эту проблему решить принимать участие так что я думаю юрий вы можете стать кстати учредителем арсенала спасибо спасибо щекинский вестник виктор пожалуйста ваш вопрос вадим сергеевич перспективы отмены черномысков год она болезненно для региона тема проведены уже исследования и некоторые результаты говорят о том что фон мягко говоря так сказать уменьшился с этим изменилось ли ваше отношение к идее федерального правительства отменить льготы и что ждет тульских чернобыльцев так сказать отмена или уменьшение этих льгот спасибо за вопрос ну давайте так я скажу что мы потратили средства регионе регионального бюджета и провели свои исследования у нас всего более 1300 населенных пунктов находится постановление правительства и жители которых пользуются чернобыльскими льготами значит могу сразу сказать что федеральное правительство председатель правительства дмитрий анатольевич медведев и президент россии владимирович путин нас поддерживают но всегда есть что называется понятие справедливости да то есть когда ну вот возникает вопрос например вот я был недавно в славном по отчетам славным нас родился один ребенок по просто выходя на улицу видя количество колясок ты понимаешь что детей родилось несколько больше причем существенно больше но по какой-то я не знаю не очень понятной истории славный не попал вот он сказать исключенность чернобыльской зоны хотя на самом деле он вот как населенный пункт не попал сначала он был а потом вот девяносто по моему седьмом году его раз и потеряли когда выпускался новый перечень он исчез ну соответственно жители регистрируются не славным а либо в плавске либо в черни но это уже нарушение закона это уже как сказать это уже ну что называется в том числе уголовная ответственность и хочу сказать что у нас вот сергей саныч галкин начальнику мвд мне докладывал что у них почти 150 материалов по которым они проводят проверки будут дела передавать соответственно в суд поэтому для для нас очень важно и мы эту работу в том числе разъяснительную проводим чтобы льготы действительно касались тех людей кто проживает на этой территории это первое поэтому здесь вот это но базовое понятие и в этом нас кстати поддерживают федеральное правительство есть второй аспект выгать снижение фона вот мы провели исследование сейчас вот мы ждем окончательных результатов я могу сказать что исследования показывают что математические расчеты с фактическими исследования иногда сильно отличаются и по некоторым 20 почти 20 населенных пунктов у нас уровень загрязненности выше чем расчетно планировался а если обратная ситуация поэтому вот этим соответственно исследование мы сейчас сформируем и передадим их министерства по чрезвычайным ситуациям потому что они являются оператором по этой программе и дальше соответственно нам нужно с вами смотреть проект бюджета федерального бюджета на 2016 год какая сумма будет заложена в строчке на выплату по чернобыльску по соответственно по чернобыльским территории вот поэтому мы у нас подход знаете такой он конструктивный но если условно говоря населенный пункт уже загрязненность ушла то конечно решение о снятии скажем льгот оно должно приниматься но она может по-разному приниматься может приняться может быть принято знаете как что вот там с 1 января 16 года от меняем а может быть принято совершенно по-другому когда нужно сделать переходный период чтобы люди там за два-три года были предупреждены я за вот такой подход все жизнь они не стоит на месте меняется поэтому я считаю что даже в случае если и будет происходить отмена то она должна быть через переходный период я думаю что нас слышат но будем дальше отставить интересы в этом году нам благодаря кстати позиции жителей эти интересы удалось отстоять и самое главное мы перешли в конструктивный диалог мы готовим свою аргументацию соответственно и эту аргументацию рассматривать спасибо сельская новь газета ольга ногоева есть тут пожалуйста ольга владимир сергеевич что в тульской области делается для поддержки сельхозпроизводителей и удается ли внедрять новые технологии в сельское хозяйство и еще в текущем году вами была поставлена задача собрать урожай в регионе в размере миллиона семьсот тысяч тонн зерна однако погода внесла свои негативные коррективы в планах хлеборобов и под силу им взять ли этот рубеж да спасибо за вопрос но вы знаете к сожалению миллион семьсот тысяч тонн зерновых мы не соберем в этом году но почти миллион шестьсот будет там без там где-то миллион пятьсот семьдесят наверное тысяч тонн будет но принципе это тоже один из самых высоких показателей в принципе за всю историю тульской области если даже вот я там просматривал сказать разные рекомендации например по столыпинской реформе да то есть у нас предполагалось наша область она по зерновым не считалась там перспективной больше сказать по крупному рогатому скоту сказать ну вот воронежская курска и орловская они все-таки больше по по зерновым а мы по крс в общем-то так сказать ну по но сто лет прошло технологии совершенно другие удобрения появились возможности ну то есть и вот видите мы даем действительно хорошие показатели поэтому действительно у нас произошло падение по мы кстати расчетно мы выходили на миллион 700 потому что мы вели 50 тысяч гектаров дополнительно в оборот в этом году но за счет того что дождей в прошлом году было мало у нас слабая зима и были и мы на зимах как раз вот где-то 150 тысяч тонны потеряли ну ничего страшного дорогу оселит идущий будем идти что называется дальше но каждый год мы так планируем 40 50 тысяч доводить у нас еще есть резерв и в принципе в планку 2 миллиона тонн мы к этой планке будем стремиться думаю что мы ее эту планку достигнем и будем четко удерживать чтобы мы стали тоже зерновым таким знаете регионом а дальше будем говорить уже опять по переработке это и элеваторы это и уже соответственно производство комбикормов это производство уже мясо то как по столыпину в том числе крупный рогатый скот молочное производство вот могу сказать что у нас неплохие результаты по сахарной свекли в этом году плюсуем примерно 25 процентов по картофелю почти 80 процентов плюсуем по соответственно овощам тоже почти 30 процентов то есть в целом у нас если посмотреть на в целом на палитру у нас очень неплохие заделы на будущее и я думаю что зерновые просто этот ну как сказать наиболее может быть ну как зерновой клин и сколько вот миллионов тонн зерна собрать а урожайность да в этом году но у нас на 3 центнера с гектара ниже урожайность чем в прошлом а в целом по стране на 6 центнеров с гектара урожайность ниже чем была в прошлом году поэтому в целом мы неплохо отработали и это кстати во многом благодаря новым технологиям и своевременному внесению удобрений вот я например все григорьевича романовского был вот там александр тоже со мной там была вот он говорит простые вещи вот в прошлом году мы удобрения положили дождей было мало сухие удобрения положили ну соответственно сказать удобрения не растворились и не отработали то что нужно а наш новомосковский азот сегодня делает и жидкие удобрения то есть вот это уже вне зависимости от того были дожди не было дождей удобрения то есть эффективность работы удобрения совершенно другую это кстати тоже вопрос новых технологий вот в ефреме я был в каменском районе на молотился с удовольствием что называется работаю на комбайне вот ну там вот видно что там урожайность там 30-35 центнеров с гектара потому что и комбайн идет уже под 6 километров в час потому что ну зерно так колос стоит так знаете редковато а вот в тесницком был тоже молотил там 70-80 вот поле было там больше двух с половиной трех километров час не поедешь потому что не успевает забирать сказать зерно отрабатывать то что нужно все собрать это вот кстати тоже вопрос новых технологий они более они как раз вот кстати используют и жидкие удобрения и так далее вот это дает результат хотя земли в алексинском районе у нас гораздо хуже чем в том же ефремовском и в каменке спасибо куркинский район газета вперед пожалуйста ирина ирина иванова газета вперед куркинский район владимир сергеевич последнее время радует появление в тульской области новых спортивных объектов хотелось бы узнать где и когда еще планируется строительство спорткомплексов спасибо ну во первых мы стараемся кроме крупных масштабных спорткомплексов все-таки приводить порядок наши стадионы микро-мини стадионы при школах во дворах скверах и так далее то есть так называемые плоскостные сооружения в том числе для того чтобы ребятишки готовились издавали норма готова там надо там 60 метров пробежать в длину прыгнуть но и так далее и тому подобное вот крупных сооружений у нас еще в производстве 5 и мы их закончим в течение ближайшего года дальше мы планируем программу 1620 мы свою заявку минспорт сдаем там почти 40 объектов у нас вот но говорить о новых объектах которые будут включены программу 1620 но мне просто пока рано потому что мы еще не согласовали с минспорту как согласуем сразу сделаем но каждый год по 25-30 плоскостных сооружений будем создавать и много за четыре года у нас вот посмотрите там ну вот воркаутов новое да скажем там новая история до которая там у нас только появляется раньше там только турники и брусья были да а сейчас там много очень разных всяких спортивных снарядов вот 25 штук я подарил в области и вот они все очень неплохо используются вот те же ребята взрослые люди кто занимается на них они же и следят чтобы там их не ломали содержит ну то есть были в хорошем состоянии и очень пользуются большим спросом ну там центральном парке 2 и там нет одного не от 2 иногда там к турнику не подойдешь вот 140 плоскостных сооружений мы сказать привели в порядок построили этой программы газпром детям и наша региональная программа и программа благотворительность который был и это тоже кстати заметно вот у нас вовлечение в спорт существенно увеличилось и результаты я думаю будут уже другими но про бассейны и ледовые дворцы вы мне кажется сказать все уже тоже знаете много раз со мной бываете вот и здесь конечно очень важно чтобы у нас кроме профессионального спорта еще все таки развивался массовый спорт ну и вот меняется когда есть где провести время то соответственно и атмосфера в семье другая ну вот кстати тоже вот здесь вот бассейн достраиваем которую я знаю сколько лет он там не работал лет 20 наверно да когда больше да работал еще да ну почти 20 начать нужно ну понятно ну там то есть вот тоже понимаете во первых уберем заброшенное здание но вот мы с вами ведь в каком прекрасном зале до находимся а ведь еще два года назад этого не было да это же вот все и в центре города совершенно другой другой вид и поэтому 20 не знаю бассейн до 21 школы тоже 20 лет недостроим стоял тоже в этом году мы его введем то есть мы постараемся во первых ту инфраструктуру которая есть постараемся содержать нормальное состояние будет возможность будем обязательно строить новую может быть еще о спорте есть вопросы ну давайте еще один вопрос и и опустите меня уже да пожалуйста анастасия губарева веневский район анастасия губарева газета красный знамя веневский район владимир сергеевич в туле активно поддерживается велоспорт а не только в парковых зонах но и на центральных улицах оборудованной велопарковки велодорожки будут ли внесены такие изменения в районах но это надо задать вопрос вашему главе администрации потому что все таки это глава администрации вы должны выступать с такими предложениями мы всячески их подталкиваем к тому чтобы они брали на себя вот эту ответственность но мы к скажем идем какими-то такими знаете знаковыми вещами ну например богородицком районе мы сегодня восстанавливаем богородицкий дворец музей да то есть идет благоустройство замена забора освещение там дорожки прокладывается дворец а будет там приводиться в порядок то есть это как бы как как якорь да но дальше есть проблема пруда да которая есть и проблема вообще зона отдыха богородицкий здесь уже вот глава администрации он в рамках в том числе программы народный бюджет хочет вот заняться этой проблемой там комплексно в том числе там и велодорожки прогулочная зона велодорожки будут появляться в дубинском районе там там похожая ситуация дома саловых то есть он сейчас используется как жилой дом но вот благодаря спонсорам нашим инвесторам промышленникам строится дом в который будут переселены люди из этого здания здание памятник архитектуры соответственно издание мы планируем сделать музей гостиничку там соответственно небольшой там ресторанчик такой кабачок и опять же да все это на территории пруда да то есть мы запланировали выделение денег на очистку пруда а дальше администрация муниципалитета уже могла бы включиться в благоустройство то есть это вопросы которые мне кажется нужно совместно вот но инициатива должна идти все-таки с мест почему вы же лучше понимаете знаете что вам нужнее и как бы вы хотели мы уже там можем прилечь специалистов подсказать и помочь деньгами или выступить там каким-то вот еще раз говорю якорным таким инвестором какой-то социальный социальный объект кстати тоже строительство в веневе например спорткомплекса да то есть большого фока там на два бассейна спортзал там и так далее это тоже будет такой якорный проект будет заниматься не только жители веневского района но в том числе из пролетарского района тула то есть мы тоже планируем там детишек туда довозить чтобы они могли заниматься то есть это будет такой объект социального назначения но он создает не только дополнительные рабочие места но и жизнь просто вокруг поэтому здесь предлагайте мне кажется вот развитие таких вот начинать с небольших точек ну как с якорных которые могут действительно дать развитию поселка города района ну вот давайте слободе дадим слово точнее майсло алена гвоздева пожалуйста может быть и завершаем уже да прошу еще вопросы есть есть да да пожалуйста владимир сергеевич вопрос под место который как вы уже сказали вы вложили душу вы когда-то давно обещали что тульский кремль станет настоящей жемчужиной сердцем нашего города и вы свое слово сдержали спасибо вам большое от всех далеко и вопросами а такой скажите пожалуйста есть ли у вас еще какой-нибудь проект мечта который вы хотите реализовать что спасибо спасибо ну ну во первых по кремлю еще надо его его нужно еще завершить и самое главное то есть вот я честно скажу что я вот говорил о том чтобы у нас появилась все в городе набережная но областной центр столичный город назвали столица нашей области и конечно у города должна быть набережного там виктор лисанчатрифонов вместе шостаковым они так вот потихонечку сказать набережную там таким знаете хозспособом делают но кстати потихоньку молодцы у них неплохо получается они вот действительно молодцы это кстати благодарят на том числе предприятиям которые кто чем поможет то там камаз щебенки заст кто там технику вот конечно я очень хочу чтобы мы вот завершили полностью проект кремль чтобы у нас открылась набережная со стороны тульского оружейного завода и чтобы вот у нас весь комплекс конечно поднять уровень очень хочется сказать реки чтобы но вот вот этих вот опущенных таких вот но некрасивых берегов не было вот наверное вот реализация этого проекта она вот действительно очень такая значимая для меня и вот действительно то что хочется а так вот вы знаете было же решение еще совмин рсфср не там был перечень объектов которые необходим по моему 67 что ли года а до наших министерства культуры спросить как раз год моего рождения и там был перечень объектов которые там нужно сделать по тульской области и в принципе там многие объекты то есть практически все сделали там вот реконструкция музея богородицкого дом музея музей усадьбы соответственно восстановление храма в епифане то же самое там был сказать то есть вот мы по этим проектам мы идем которые нужно вот восстанавливать до развития куликова поля но и конечно очень хотелось бы чтобы вот наша жемчужина которая у нас есть чтобы мы их просто подсветили мы иногда иногда даже сами что называется ну не делаем чего-то что могли бы сделать ну вот посмотрите в этом году на куликовом поле вот по отчетам полиции было 75 тысяч человек в первый день но погода еще была хорошая но кстати 75 тысяч огромный масштаб а посмотрите как себе на развивается да туда уже поток паломников действительно ну многократно увеличился и сейчас строится второй памятник там же себе на матронушке и вот развитие наших точек притяжения от веневе я очень надеюсь что мы все-таки сможем договориться и отреконструировать и не веневскую колокольную но пока еще рановато об этом но я очень надеюсь то есть вот развитие вот этих вот всех вот исторических мест приток туристов изменение настроений наверное это сам вот сам все это меняет настроение самих жителей области и мне кажется у жителей внутренне появляется гордость за то есть за ту территорию за ту за ту свою малую родину где они живут наверное вот это самое важное все-таки изменение настроений это вот то что в эмоциональном плане я хотел чтобы у нас получилось но настроение меняются в том числе конечно когда реализуются вот какие-то проект вот но у меня есть еще кстати один проект но пока вам не скажу можно последний вопрос тамара соловьёва главный редактор региональных радиостанций радио россии и вести фм в преддверии выборов 16 года владимир сергеевич многие тулики имеют определенные надежды вынашивают их я бы сказала вот как вы считаете оправдаются ли они в той части что вы останетесь во главе региона какой степени это вероятно тамар ну я еще раз говорю что это зависит я сказал что это зависит от оценки президента россии моей деятельности и от оценки жителей области поэтому решение принимать буду тогда когда я буду понимать что у меня есть как поддержка жителей так соответственно и поддержка федеральной власти но это две составляющие которые необходимы для работы руководителя тем более в очень непростое время новой реальности спасибо большое спасибо всем спасибо всего доброго спасибо